По указанию губернатора Московской области Андрея Воробьева, в этом году в регионе началось активное внедрение системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Щелковский район не отстает. По согласованию с администрацией, вести эту работу будет российско-финская компания L&T. На одной из уже оборудованных контейнерных площадок прошло занятие для управляющих компаний. У нас сейчас L&T вошло в перспективный проект, и в соответствии с этим сейчас по городу мы потихоньку пойдем оборудовать мусорные площадки наши раздельным сбором мусора. Система сбора двухкомпонентная. Органические и пищевые отходы, предметы гигиены в контейнер серого цвета. Все, что не жидкое – металл, стекло, пластик, бумага и картон – в синий. При таком разделении, говорит директор компании, вывозить отходы несложно. Не требуется много маршрутов, задействованы всего два автомобиля. Один проезжает по всем городским площадкам, освобождает серые контейнеры и традиционно везет их содержимое на полигон. Другая машина работает только с синими контейнерами. Машина, которая забирает по маршруту разделяемые и перерабатываемые отходы, наполняется. И идет либо на сортировочную станцию, которая находится при полигоне, такие станции есть, либо на независимую сортировочную станцию, которая с удовольствием сейчас такие отходы принимает и готова сотрудничать с таким проектом. В пилотном проекте пожелали участвовать пока четыре управляющие компании – Жилсервис А, Округ 17, Ресурс, ДСЖКУ. Подобранные площадки, удобно расположенные с точки зрения логистики. Все понимают, приучить жителей к нововведению будет непросто. Жилищникам предстоит большая разъяснительная работа. Потом, конечно, подключатся образовательные программы в школах. Но пока просто каждому надо понять – выносить мусор по старинке – это не актуально, не современно, не экологично. Как мы знаем, мусорные полигоны в Подмосковье и так переполнены. Давайте хоть немного сами разгрузим их и начнем приближаться к европейским странам, где раздельный сбор отходов в порядке вещей уже несколько десятилетий. Вид отходов, например, такой как пластик, он очень трудно перерабатывается в природе, поэтому для таких материалов необходима дополнительная переработка. Когда наши жители поймут, что это очень важно для нашей природы, я считаю, что мы сможем значительно улучшить экологию в нашей стране. Нужен новый подход, да, мы будем работать с населением, будем им доводить и объяснять, но на это потребуется время. Уже в ближайшее время таких контейнерных площадок, оборудованных под систему раздельного сбора отходов, в городском поселении Щелково будет 19. А значит, жителям нужно привыкать разделять мусор у себя дома и утилизировать его по отдельности. Все, что предназначено на переработку, выносить в контейнеры синего цвета. Первые месяцы все 19 площадок будут работать в режиме наблюдения и отладки. Количество синих контейнеров для перерабатываемых отходов на них может меняться. По мере накопления статистики по каждой из площадок мы будем менять уже количество контейнеров в соответствии с тем, как жители данного района или данного дома, собственно, с какой активностью или неактивностью они работают в плане собственного разделения. Постепенно в систему раздельного сбора отходов будут вовлекаться другие контейнерные площадки в Щелкове и районе. А первые заработают по-новому уже на следующей неделе. Ирина Микеда, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».